Всем здарова, ребят! С вами Локи, и сегодня у нас новый чемпионат мира за сборную Англии. Ну и как мы видим, кстати говоря, тут в новостях показывают, что сборная России одержала уверенную победу против Саудовской Аравии 4-1. Вот так вот здесь в игре сборная России показывает себя весьма неплохо. Ну и что? У нас англичане, группа Бельгия, Панама и Тунис. И, собственно, вот такой вот составчик я выбрал пока что на первые матчи. Посмотрим, как он себя проявит. Ну а вы, ребята, поддержите видос лайком. Давайте наберем 800 лайков для следующей серии. И погнали на наш первый групповой матч за сборную Англии. Посмотрим, на что эта сборная способна. Мы играем на Волгоград-арена. И, кстати говоря, по-моему, я в прошлых матчах ни разу на этом стадионе не играл. Будет интересно посмотреть. И, кстати говоря, хотелось бы посмотреть на стадион Екатеринбурга. С вот этими вот отъехавшими чуть назад дополнительными трибунами. Показывает нам Харрикейна капитан сборной Англии. Сегодня на Астрие. Ну и сборная Туниса. За сборную Аргентины у нас, к сожалению, не получилось выиграть финал. Посмотрим, докуда дойдет сборная Англии. Ну и с центра поля как раз начинают англичане. Поехали. Харрикейн навязывал борьбу. И Арбитр уже останавливает встречу. И вот так вот на первой минуте дает желтую карточку Харрикейну. Ну, вторая минута уже. Здесь была борьба. Ну и, видимо, за слишком активную игру Арбитр решил сразу немножко утихомирить. Сборная Туниса с мячом. Пошла подача. Батланд играет уверенно кулаками. Решфорд. Удар по воротам. Хороший момент. Прокинул мяч на Решфорда. И Решфорд уже несется в атаку. Прострел Решфорда на дальнюю. Никто к этому мячу не поспевает. И снова сборная Туниса. Пытается выйти от своих ворот. Здорово. Харрикейн. Лингард. Нет, это Дели Али и штанга. Ну вот отличный момент. Отличная атака. И здорово Дели Али пробивал. Но попал только в каркас ворот. Сборная Туниса в атаке. Удар по воротам. Но это в никуда. Довольно спокойный первый тайм. Не считая желтую карточку Харрикейна. И штангу Дели Али. Вот сейчас опасно. От Волкера ушли. Футболисты сборной Туниса. Удар по воротам. И нас простили. Удар Лингарда. И неплохо. Заработал угловой. Дайер. Хороший удар по воротам. Ну вот вышел и сразу же решил пробить. Классно мяч опускался. Но рядом со штангой. Дайер. Дели Али. Разгоняет атаку Дели Али. Ну же. Али. Удар по воротам. Гол. Ну вот наконец-таки. Снова эта шикарная комбинация. Харрикейн и Дели Али. Приносят. Приносят результат. И здесь Дели Али не попадает в штангу. А попадает в створ. Ну и очень классно было разыграно. Есть Дели Али. Увидел Харрикейна. Тот развернулся вот так вот. Обманул защитника. И Дели Али под самую штангу пробивает. Похожий момент был в первом тайме. Но там мяч попал. Именно в каркас ворот. И улетел за пределы поля. А здесь Дели Али поражает ворота сборной Туниса. Основного времени этого матча. Сборная Туниса в атаке. Удар поворота в 1-1. Да. Было вот такое вот затишье. И здесь, посмотрите. Вырвался футболист сборной Туниса. И прям проткнул мяч через Батланда. Не понимает он, как так произошло. Было немного моментов у сборной Туниса в сегодняшней встрече. Устала защита. И вот здесь, ну, странно. Батланд, конечно, играл. Как-то просто упал. Итак, результаты матчей. Сборная Туниса и сборная Англии. По одному очку бельгийцы выиграли. Со счетом 5-0. Ничего себе. У них уже 6 очков. Они забили. Они сыграли 2 матча. Панама, как я понимаю. Так, подождите-ка. Почему у них сразу 6 очков? Нам показалось сразу 2 их результата. Так, так, так. Где они здесь? Вот. Да, они сыграли уже 2 игры. Они их обе выиграли. И сейчас, ребят, нам нужно обыгрывать сборную Панамы. Чтобы выйти на второе место. Посмотрим, на каком стадионе у нас будет происходить событие этого матча. Сегодня мы играем уже в белой форме. И давайте, давайте посмотрим. Нижний Новгород. Стадион 2018 года. Здесь мы уже играли. Ну и бельгийцы набрали неплохой ход. В принципе, 6 очков это очень здорово. Нам нужно сейчас зарабатывать свои 3 очка и получать 4 очко в группе. Но если сборная Бельгии смогла выиграть 5-0, то почему мы не можем хотя бы парочку забить? Рахим Стерлинг рядом со штангой. Пас на Харри Кейна. И дали ему здесь по ногам. Это желтая карточка капитану сборной Панамы. И опасный штрафной. Это красная карточка. Ничего себе. Честно немножко удивлен Харри Кейн. Спрашивает. Дружище, ты зачем так делаешь? Ну здесь откровенный подкат. И сразу пошла замена. Рэшфорд у мяча. Бьет Рэшфорд рядом со штангой. Харри Кейн. Удар Харри Кейна. И снова рядом со штангой. Ну что ж такое-то, а? Ну же. Харри Кейн. Рэшфорд. И спасает вратарь. Да как им надо забить? Харри Кейн. Ну наконец-таки мяч залетает в ворота. Забивает Харри Кейн на 43-й минуте. 1-0 сборной Англии. Повела. Ну и здесь уже просто до верного. Харри Кейн, подработав себе мяч, укрыл его корпусом и пульнул в дальний. Кстати говоря, вратарь немножечко его задел. Такой забивной классный нападающий. И сейчас он с мячом. Джейми Варди. Сразу же решил приложиться. Они с Харри Кейном теперь вдвоем. Там нас три атаки. Стерлинг и Рэшфорд по краям. Рэшфорд. Здорово. Дели Али. Джейми Варди. 2-0. Ну вот Варди вышел и Варди забил. Может быть его не хватало нам в первом матче групповой стадии. Но здесь Дели Али классно катнул. А Варди аккуратненько запульнул мяч в дальний угол. Удар по воротам. Баттланд в игре. Джейми Варди здорово выиграл себе мяч и забил еще один гол. Этот парень все делает для себя сам. 3-0. 3-0. 3-0. Но оно и понятно. У сборной Панамы нет одного футболиста. Джейми Варди выходит и забивает второй мяч. Роуз играет на Рэшфорда. Ой-ой-ой. Ну нельзя так играть. Хендерсон узнает, что там с Рэшфордом. Но нет, вроде поднялся и здесь получает. Мурилио предупреждение. Желтую карточку. Он здесь откровенно просто играл в ноги. И очередной штрафной. Пошла подача. Не получилось. Харрикейн. И рядом со штангой. Но тем не менее, ребят, победа со счетом 3-0. И нас еще ждет матч против сборной Бельгии. И это будет очень интересно. Сборная Бельгии. Сборная Англии. Ребята, у нас 4 очка. У сборной Бельгии 6. И в принципе они, понятное дело, уже выходят. Потому как две другие команды особо ничего не набрали. Но играем мы в Калининграде. 35 тысяч зрителей вместимость. Небольшой стадиончик. Но будет интересно, кто же сможет выйти. Если сейчас мы обыгрываем сборную Бельгии, то мы занимаем первое место. Поскольку у нас тогда будет 7 очков. А у них только 6. Ничья нас не устраивает. Но очки по-прежнему нужны нашей команде. Показывают нам Кевина Дебрюйна. В первом матче они наклепали там аж 5 голов. Сборной Панаме. Также обыграли и сборную Туниса. Но посмотрим. Мы сегодня немножко играем по другой схеме. И Джейми Варди вместе с Харри Кейном. С первых минут. Эден Азар. Тонкая передача. 1-0. Это Караско забивает. Да. Лихо забивают бельгийцы. Передача Азара. Караско врывается в штрафную. И бьет в дальний угол. Батлан спасти не сумел. Дели Али. И удар в дальний. Харри Кейн. Пытался подпрыгнув пробить. Джейми Варди. Харри Кейн. Ну же. И блокирует. Защита очень здорово. У бельгийцев сегодня работает. Ну же. Здорово. И бежать. Харри Кейн. Набирает скорость Харри Кейн. Удар по воротам. Спасает Тибу Куртуа. Еще один удар Джейми Варди. Возвращается мяч в штрафную. Но до удара дело уже не доходит. Какая передача Лукаку. Удар Лукаку. И повезло. Здесь нужно было сбивать. И Деназар Лукаку. И Батлан спасает. Ой-ой-ой. Батлан какая ошибка. И угловой как-то между ног ему пролетел мяч. Он пытался его забрать. И очень странно, если честно, сыграл. Караско. Удар по воротам. Батлан. Молодец. Харри Кейн. И вот сейчас здорово. Рэшфорд с мячом. И аккуратно. Не торопись. Есть. Харри Кейн забивает. Забивает Харри Кейн на 89-й минуте. Это ничья, ребята. 1-1. Даже оператор помог вылезти Харри Кейну из-за билбордов. Ну и, ребята, сравнялись мы под занавес. Под занавес матча. Все же прошла одна отличная комбинация. Наконец-таки. И здесь у нас получилось забить. И все, ребят. Боевая ничья. Заработали мы 1 очко со сборной Бельгии. У них становится 7. У нас становится 5. Ну и посмотрим. В принципе, мы должны выходить со второго места. Вот так вот выглядит наша турнирная таблица. Сборная Панамы смогла набрать 3 очка. И мы попали в 1-8, друзья, на сборную Колумбии. Я надеюсь, серия вам понравилась. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ну и увидимся. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok